Приветствую вас! Отвечая на вопрос, который вы задаете, мне бы хотелось осветить два основных момента. Первый момент заключается в том, что желание и способность мужчины, например, как вы говорите, постоять за себя, это совсем не одно и то же, когда человек руководствуется, например, здоровым желанием, продиктованным инстинктом самосохранения. То есть любой, даже сильный мужчина, подготовленный физически, занимающийся борьбой, кстати, как у вашего мужчины с этим дела? Так вот, любой мужчина, он вряд ли сможет что-то противопоставить группе людей. Потому что группа людей всегда сильнее, чем любой даже, в общем-то, мастер бывших искусств. Потому что, ну, просто со спины налетели, да, и, собственно, человека повалили, а там дальше уже дело десято. И вот здесь, на самом деле, немножко непонятно. То есть вы хотели бы, чтобы ваш мужчина был храбрым до безрассылства, вы хотели, чтобы он, зная, что он проиграет, например, эту драку, все равно у меня остановился и позволил себя добивать, например, причинять себе вред и так далее. Или вы предпочитаете мужчину, который анализирует ситуацию и, в общем-то, ведет себя соответствующей в ней. Это вот первый момент, который я бы хотел только дополнить, дополнить немножечко тем, что вас, видишь, мужчины не было, понимаете? И вполне возможно, что будь вы с ним, он бы как раз таки вас бы защищал. То есть нужно понимать, что мужчина убегал, но трусость ли эта? И вот для этого, для того, чтобы трусость не эта, нужно проанализировать все поведение вашего мужчины и подумать, проявлял ли он трусость, например, раньше, например, до этого и так далее. Это вот действительно очень такие важные аспекты, о которых нужно обязательно вам подумать. Далее. Вы, если любите человека, если он проявил трусость, то вы можете его простимулировать. То есть совсем необязательно расставаться, совсем необязательно отогревать отношения. Вы можете мужчине сказать о том, например, что, вот, ты знаешь, после этого случая я сомневался, сможешь ли ты защитить меня, если что-то произойдет, что я теперь боюсь, что я теперь не уверен в себе и так далее и так далее. И если мужчина вас любит, то он обязательно сделает вывод и обязательно какие-то действия предпримет. То есть я хотел бы, чтобы вы вот этот момент для себя постарались тоже определить. Иными словами, определить для себя, как мужчина к вам относится. Как он вас видит, как он вас воспринимает, вот. И если, соответственно, он действительно трус, ну, я думаю, что если он трус, то вы увидели бы раньше, что он трус. Если вы не увидели этого раньше, ну, значит, кажется, может быть, он и не такой трус. А если он не захочет что-либо делать для кого, чтобы вы были защищены, ну, тогда точно такой человек вам не нужен. То есть вот после оценки вот этих вот аспектов, после оценки вот этих вот нюансов, после выяснения этих нюансов, вы и сможете принять решение относительно того, что вам делать дальше. А пока слишком мало, на мой взгляд, фактов слишком много, на мой взгляд, информации для того, чтобы делать какой-то вывод относительно того, стоит ли вам разрывать отношения или нет. В любом случае, в любом случае, разорвать отношения довольно легко, а вот вникнуть во все тонкости и нюансы в ситуации, это вот куда более обратно по усилиям, но зато и показывает, что ваши слова о любви к мужчине, это не пустой, потому что любовь, это в первую очередь, принятие человека вот таким, какой он есть, и если вы его не принимаете, то, соответственно, возникает вопрос, а любите ли вы его. Вот, понимаете, если вы его не принимаете, то возникает вопрос, а зачем вы тогда с ним, для чего вы тогда с ним, понимаете? Вот, это вот такой достаточно важный аспект, который, мне кажется, тоже нужно разобрать вам отдельно, потому что это действительно, на мой взгляд, это действительно очень-очень важный элемент. И вот, когда все эти элементы вы разберете для себя, вот тогда, я думаю, и вами будет принято решение как раз оставаться с этим мужчиной, и если оставаться, то принимать его таким, какой он есть, или пытаться стимулировать его к тому, чтобы он становился другим, либо расставаться, но это решение принимать вам, либо вместе с психологом проанализировав все то, что я вам сказал. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и урячь.